Привет всем тем, кто у нас на канале и все те, кто интересуется безопасностью своего жилья. Сегодня мы поговорим о двери производства компании Монолит, а именно ее модели Монолит Мускул. Я хотел бы ответить на ряд вопросов, которые часто возникают у наших клиентов. Например, у меня. Совершенно верно. Я почему и приехал к вам в гости. Скажи, пожалуйста, давно, год я, наверное, где был у вас, да? Как минимум, да. Один из почитателей вашего творчества. Скажите, пожалуйста, вот эта дверь, это сделано конкретно под какого-то клиента, да? Кто делал выбор замковый, вот кто это производит, когда клиент у вас заказывает? Да, данная дверь, как собственно и эта дверь, это двери для клиентов конкретных, которые пока еще, скажем так, не доставлены на объекты не установлены, немножко стоят в нашем как бы офисе и радуют глаз нам и людям, которые интересуются нашей продукцией. Вот эта модель Мускул на нашем сайте, она представлена как модель Мускул. Она состоит из трех, замковая группа в данной двери состоит из трех замков. Кто подбирает, вы рекомендуете или клиент говорит, я хочу такой замок? Или вы рекомендуете? На самом деле рекомендуем мы и, в принципе, выслушиваем пожелания заказчика, ну, любого заказчика, мы выслушиваем пожелания, те замки, которые он хочет. И как это, ну, это не странно, то есть, так оно и получается. То есть, когда человек изучает все замки, то есть, некоторые могут довериться сразу, некоторые тратят время на изучение. Это бывает, занимает у кого-то неделю, две, у кого-то два месяца, полгода. И что самое как бы интересное, что человек так или иначе приходит примерно к такой концепции, то есть, замков. В данном случае это цилиндровый замок и два сувальдных замка. Ну, в данной модели это реализовано так. А какие модели замков? Кстати, подписывайтесь, кто не подписался на канал Monolith, чтобы быть в курсе последних новинок компании. И ставьте лайки. Спасибо. Буду очень признательным, да, потому что хотелось бы... И не забывайте нажимать колокольчик. Значит, о замках. О замках, да. Значит, о замках, то, что замковая группа состоит из двух итальянских замков и одном замке российского производства. Российский замок здесь установлен тоже очень как бы необычный. И на самом деле он установлен только по той причине, потому что аналогов, допустим, по замку у западных европейских производителей... Как называется? Это барьер-премьер замок. Это замок, который имеет совершенно как бы отличающуюся конструкцию от сувальдных замков в классическом их понимании, где сувальды, все как бы принцип работы сувальдных замков. В данном замке он реализован совершенно по-другому. Поэтому этот замок, он не открывается отмычками. Вообще не открывается? На самом деле, да, вообще. То есть этот замок принят, скажем так, сообществом специалистов, локсмастеров, как замок, который не скрывается отмычками. То есть его нужно открывать только с повреждением. Но вот это как бы, ну и тоже одна его из очень сильных сторон этого замка. То, что с повреждением этот замок открывается, ну, в данной двери он защищен 17 миллиметрами. Каленого металла 17 миллиметрами. Это примерно в 10 раз больше, чем, ну, как бы, в основном, как бы, представлено на рынке. Там 2-миллиметровая 1,8 пластина, здесь это 17 миллиметров. И у него очень интересная конструкция смещения ключевого отверстия, это можно здесь заметить. Оно смещено в сторону. Это все смещение более 2-х сантиметров, оно позволило большую часть ригелей оставить в самом замке. Это, в свою очередь, как бы, очень большой плюс для того, чтобы замок хорошо сопротивлялся отжиму полотна двери. То есть этот один замок, он полноценно может, как бы, дверь может быть закрыта на один этот замок. Иван, а можно открыть, посмотреть торец двери, как это все выглядит? Вот три замка стоят. Да, три замка. Улучшительно. Выглядит это... Это с внутренней стороны? Да, с внутренней стороны иногда на этот третий замок ключевое отверстие не делается. Бывает так, что оно не делается. Иван, чуть-чуть вот, чтобы лучше видно было зрителям нашим. Да, конструкция такая, серьезная. Конструкция серьезная. Почему ночничок сверху? Вот у меня, допустим, дверь. У меня ночничок посредине. Ну, дверь, мы позже познакомились, я у вас другие изделия заказывал. Но, как бы, почему сверху? Это ж... Или я привык, что посредине, почему? Да, это вопрос привычки. Вопрос, скажем так, ну, бывает... Ну, я знаю, просто вы случайно ничего не меняете, за этим что-то должно стоять. Да, да, за этим стоит, как бы, ну, то есть, всегда заказчику предлагается вариант установки сверху, по той причине, чтобы, скажем так, детьми еще несознательного возраста случайно не была закрыта такая дверь. То есть, потому что такая дверь закрыта на одну такую задвижку, это, ну, то есть, на несколько часов, скажем так, взлома и вскрытия, то есть, двери, то есть, как-то слесаря. И, допустим, если там дома будет, скажем так, на Новый год в духовке, скажем так, жарится утка или гусь, то есть, и все родители пошли на балкон курить, поискать фейерверки, и какой-то ребенок, скажем так, случайно закрыл такой дверь, то Новый год, как минимум, будет испорчен, как минимум, у этих людей. Поэтому человек, когда уже ребенок сознательного возраста, он уже, когда он дотянется до такой высоты, то он это уже может сделать осознанно, открыть и закрыть. То есть, это защита, чтобы двери, это своего рода тоже защита, только от... От случайного закрытия, да, защита от случайного закрытия. На самом деле, есть случаи, когда и собаки, домашние животные, то есть, там, на радостях, то есть, прыгая на такую дверь, то есть, могли закрыть. Поэтому этот сам поворотник, он сделан, отрегулирован так, чтобы он не болтался, там, случайно не закрывался, то есть, он довольно-таки жесткий у него работает, для того, чтобы не было случайного закрытия такой двери. иван я вижу притвор такой несколько миллиметров сразу preached вот получается целом как притвор так и защита замков обычно металлом это 12 мере но вот вот сам предвар вот сколько имитров 12 вывода 11 мм до 20 мм обычной реально здесь уже как бы толщины вот почему это вот линейка мускул то есть но она идет уже как бы то линейка которая даже не вызливают но не то что не вызывает которую даже не бросайте сомнения на то что здесь что-то можно отжать, отогнуть. То есть, если мы говорим, допустим, о третворе 2 мм, то это, безусловно, можно человеческим усилием 3-4 мм, но это как бы 4 мм, то есть 6 мм, но это, в принципе, уже тот минимум, который уже там фонка строительного магазина, какая-то монтажка, они уже... И вам какой класс безопасности? Вот это модель Мускулы, это 5-й класс взломостойкости. Здесь, получается, она уже... Это сертифицировано, нет, или как бы к санкционалам? Это, получается, опять же, все сделано... Запасом? Запасом, да. Все здесь сделано запасом, с той точки зрения, что тот же 5-й класс, допустим, сертифицирован, он не требовал бы таких защит, такого количества замков, каленых пластин, но, как показывает, скажем так, то, что вскрывают, допустим, происходит вскрытие таких дверей, то вот именно вот это, вот такое количество металла, каленого обычно, такое количество замков, такая конструкция, она уже, как бы, и становится преградой для уже даже... Ну, потому что класс взломостойкости, это работа одного человека каким-то ограниченным набором инструмента, и в ограниченное время, то, допустим, в реальной жизни не всегда происходит так, и взлом в двери может происходить двумя-тремя людьми одновременно, а это уже совершенно другие толщины и другие нагрузки может, как бы, нанести два человека, одновременно наложившись. Друзья, ставим лайки и не забываем подписываться. Иван, еще такой вопрос. Вот вы, как специалист, вы конструктор, вы же являетесь и конструктором этих дверей. Вот скажите, вот болгарка, сколько времени эта дверь может, на ваш взгляд, может держать оборону? Человек пришел с болгаркой, давая нифомки, там, отночки, такие инструменты, что... Донкрат, Донкрат. Вот сколько она может держать оборону, эта дверь? Согласен. Вот что такое, ну, тогда по отдельности, Донкрат и болгарка. Донкрат, здесь все, как бы, реализовано в данной двери, для того, чтобы этот Донкрат, в первую очередь, нельзя было завести. То есть, здесь идет противовозломный притвор под наличником, цельнометаллический, 16-миллиметровый. То есть, когда дверь закрывается, то забить, завести туда инструмент такого плана, как Донкрат, просто некуда. То есть, это, в первую очередь, не позволяет его завести. Где-то его заводить между этим, то есть, это не имеет никакого смысла. То есть, здесь это ничего не даст. То есть, при таком количестве замков, притягах вверх-вниз, то есть, завести его в тех плоскостях, которые позволяют конструкции, это к ничему не приведет. А вот по поводу болгарки, здесь вот, как бы, отдельная история. Это, на самом деле, да, инструмент, который, по сути, как бы, в большей степени воры не используют, но... Ну, допустим, допустим, есть щиток, щитки электричества, вор подключился. То бишь, естественно, ну, для понимания, скрывается все, правильно? Вопрос, сколько на это потребуется и оправдано. Вот сколько времени, человек пришел, взял с запасом кругов, как ты думаешь, сколько кругов времени вот потребуется, вот пилить это все вот с шумом, с дымом? Все, как бы, проверено, все проверено у нас, все это, как бы, здесь применены материалы, вот именно в модели мускул, начиная с модели мускул, мускул, скала, стена, это уже двери, которые имеют защиту от болгарки. Монолите такого нет, да? Монолите такого нет, ну, как же, относительно оно есть, то есть, ну, и на самом деле, допустим, там, для того, чтобы вскрыть монолит болгаркой, нужно все равно, там, порядка десяти, десяти минут, но, кроме, при этом, допустим, время, допустим, взлома, ну, расчетное время взлома двери на пятый класс, это 15 минут, 15 минут, если дверь выдержала на натиск болгарки, то это дверь уже на пятый класс на на столе. Сколько круговый идет за пятый год? То есть, вот сейчас, ну, это мы говорили о модели монолит, в модели мускул, здесь, допустим, вот для понимания, здесь один замок, один замок, то есть, здесь на одном замке, здесь это установлено на нескольких замках, на антисрезах, на тяхах, здесь установлены специальные точки против перерезания болгаркой, на которую, на одну точку, то есть, ну, чтобы вскрыть дверь, можно пойти двумя путями, можно вырезать окно, скажем так. Ну, я знаю, в ваших дверях это бесполезно делать, да? Ну, это, как бы, это, в принципе, ну, самое, скажем так, ну, скажем так, бесполезный способ взлома, который получит взломчик, то есть, вырезать окно и лазить в это окно, это гораздо хуже, чем, допустим, срезать замки, открыть в целом дверь и получить полный доступ. Частичный доступ через окно, это, в данном случае, это решено толщиной полотна. Болгарка с малым кругом, эту толщину, она насквозь не перерезает. С большим кругом, она перерезает только на максимальном круге, то есть, если он сделал там рез несколько сантиметров, то толщины круга уже не будет достаточно, чтобы перерезать только в металле. Я уже говорю, перед тем, чтобы перерезать металле, нужно удалить отделку, потому что с отделкой он вообще не сможет перерезать, ну, не хватит длины круга. Но самое простое, и самый, то есть, такой очевидный способ, через который будет идти человек, который будет перерезать болгарка, это перерезание ригелей. То есть, ему 12 миллиметров металла, то есть, ну, можно было бы, ну, и, в принципе, многие, как бы, останавливаются на значении, там, 10, 12 миллиметров металла. Я так понимаю, это же нужно перерезать все ригеля, а не один замок. Ну, мы даже сейчас будем говорить только об одном замке, то есть, а потом это время просто масштабируем на количество замков. То есть, вот конкретно в этом и в этом замке он защищен 12 миллиметрами обычного металла, и, допустим, вот это время, чтобы перерезать болгаркой, на самом деле, 12 миллиметров металла, хватило бы, ну, 5 минут, это максимум, если реально хотеть это сделать. Если, конечно, не хотят, то это можно и 2 часа резать, но если реально хотеть это сделать, то можно за 5 минут болгаркой перерезать притвор, ригеля, но только уже не маленькая болгарка, это уже, говорите, о большой болгарке. Но в данных притворах, вот в конструкции мускул, уже применены материалы, которые вставлены в этот притвор, которые будут сточен на один круг, заменен на второй, второй, третий, четвертый, пятый круг, и это, они даже не дорежут до ригелей. То есть, эти все круги, они будут расходоваться на вот этот притвор, который, мог бы, был перерезан половиной круга и за 5 минут, то эти все круги, 5 кругов, они уйдут, то есть, на перерезание, даже они не дойдут до ригелей. Здесь идут специальные вставки, опять же, наша разработка, которые не позволяют перерезать, в принципе, материал, который не берет болгаркой. Таких материалов, ну, мы долго, как бы, подыскивали этот материал, но этот материал, то есть, ну, нашли подходящий формат и, как бы, ну, и состав материала, который реально болгаркой, то есть, 5 кругов уйдет на вот этот замок, соответственно, это времени, там тоже 15 минут, и даже один замок не будет перерезан. То есть, поэтому это время, то есть, если масштабировать в целом на все количество замков, то это время будет часы, измеряться часами. Вместо того, чтобы это можно было перерезать 5 минут, 5, 5, 15, То есть, не час, часами, я правильно. Часами, да, то есть, ну, потому что, в принципе, за 20 минут можно было бы без этих вставок эту дверь вырезать. Иван, вес двери какой? Вот, монолит мускул, мускул в данном случае, весит порядка 250 килограмм, и это на самом деле, как бы, для такого класса защиты, это немного, 250 килограмм, то есть, это то, что можно удобно, оно работает, петли на это рассчитаны, и, ну, таким, как бы, изделием могут пользоваться дети. Иван, это он такой легенький ходик, да? Да, ходик. 250 килограмм? Да, 250 килограмм. Закрой, пожалуйста, дверь вот визуально, она ничем не выдается, вот человек подходит, выдается, знаешь, чем? Да. Выдается... Смещением замка, наверное. Нет, нет, нет. Вот я, как потребитель, вот как потребитель, у меня тоже стоит, ну, не такого уровня дверь. Нет, нет, ну, хорошая дверь, да. Не дешевая. Что мне выдает? Это броненакладочки. По броненакладкам видно, что эта дверь непростая. Скажи, пожалуйста, расскажи про броненакладки. Вот я вижу внизу, это мапа, да? Да, средняя. Центральный замок это Чиза АЛПС, засчитает отмычек, на который установлена родная накладка, пиновая, это мапа, то есть так оно и есть. Здесь получается, это ключ, который имеет, на одном ключе имеется нарезка для двух замков, образно, на одном ключе мы получаем, получаем два замка, то есть вот получается с этим так. поэтому здесь выходит вот так. Здесь мы получаем, для того, чтобы попасть в основной замок, основным замком это имеется ввиду тот полотной замка, из которого уже выходит ригеля, то есть, соответственно, происходит запирание полотна относительно коробки. То в таком случае, чтобы нам попасть в тот замок, мы должны совпасть, должна боковая нарезка, боковая нарезка ключа, то есть мы только в этом случае происходит проворачивание на 90 градусов и мы уже попадаем в основной корпус замка, который уже и производит мягкое работе. Да, да, открытие, закрытие. Вот эта мапа, то есть, это как бы является верхом, максимумом для сувальдных замков. То есть, в принципе, здесь как бы можно охарактеризовать просто замки, которые установлены, начиная с модели мускул, это замки, которые в своем роде лучшие вообще, то есть лучше замков не может быть. Поэтому в отдельности этот замок, допустим, без мапы, это был бы замок, который там имел бы каких-то конкурентов, то есть, тот лучше, тот хуже, но именно с мапой, то есть вот это два замка, объединенные в один, то это является лучше, как бы, связкой, которую можно получить для сувального замка. Хорошо. В верхний, вот, прикрой, прикрой дверь, пожалуйста, ну, закрой дверь, да, хорошо, чтобы было лучше видно. Вот верхняя броненакладка, что это за броненакладка? Это заводская тоже какая-то? Ну, здесь получается, нет, в моделях, уже начиная с монолит-мускула, это в частности мускул, здесь уже применяется вся защитная фурнитура. И теперь, наверное, самый важный элемент секретности двери, это цилиндровый механизм австрийского производства, это EVO MCS. Это цилиндровый механизм, который, ну, опять же, как я уже сказал, в данной двери все подобрано самое лучшее, то есть, его охарактеризовать очень просто. Если там, допустим, какие-то топовые замки, там какие-то, там лучше по соотношению цена и свойства, то в данной двери подобрано все самое лучшее. И цилиндр, это, естественно, не исключение, это магнитный цилиндр, ну, где секретность основана по типу магнитов, которые выравнивают 8 дисков в цилиндре, которые не имеют прямого механического взаимодействия, то есть, воздействуют на них какими-то отмычками, крючками, там не на что воздействовать, там просто ключ входит и выравнивает на расстоянии, то есть, 8 магнитов, которые имеют 8 полярности, и в сумме это секретность, которая, ну, то есть, ее, как бы, подбор этой секретности, он не соизмерим, там, с каким-то временными рамками. Значит так, поэтому цилиндр здесь также установлен самый лучший, на этом цилиндре установлен наш фирменный барашек, поворотник. Это только вы делаете такие барашки? А почему фирменные, чем тяжелые? Ну, в принципе, здесь, как бы, во-первых, им удобно работать, это, то есть, так как замок редукторный, то есть, можно, то есть, не надо какие-то ловить щелчки, то есть, не надо ни какие-то в определенных момент усилия, замок имеет равную нагрузку во всех своих положениях, поэтому, открывать, закрывать замок, одно удовольствие, тем более на таком барашке из нержавеющей стали, в принципе, торцевый план. Тише работает, чем ночничок. Да, 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 ночничок, а тот ниже теперь для садов. А тот ниже, просто мы, как бы, не забываем, что этот нижний перекрывает еще несколько ключевых отверстий, имея тяги вверх и вниз. То есть, он завязан в целую ригельную систему, и при этом это не ощущается, то есть, на работе замка это не ощущается, ни по звуку, ни по движению. Иван, новые глазки, я вижу, вы стали ставить на двери, да? вот это глазки, опять же, как, ну, пока они идут как дополнительная опция, то есть, это наши фирменные глазки, которые имеют, как, то есть, у многих людей, то есть, такие есть опасения по поводу того, что там, глядя в глазок, им либо выстрелят, либо там что-то. А этот фильм был французский, в советской вере, на забыл, как называется, или троихи надо убрать, или что-то. Ну, я честно, я не помню. И там был такой момент, что пришли в гости, стрельнули в глазок. Иван, давай, наверное, выведем на экране, вот телефон все видят, и адрес сайта, на котором можно найти в разделе контакта, как тебе проехать? Хорошо, все координаты будут выведены на экран, адрес сайта и номер телефона будут под видео. Когда вы обращаетесь, подъезжайте, получайте консультацию, смотрите наши новые видео, подпишитесь на канал, ставьте колокольчик. И живите в безопасности. Всем пока. Да, всем пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»